МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все в этой жизни заканчивается, и плохое, и хорошее. Вот, казалось, безразмерные новогодние каникулы позади. И вновь в эфире телеканала Самара ГИС. При своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте. Под стелет солунку, кому зимние праздники принесли горькое похмелье, кому заслуженный отдых, а кому надежда на то, что квартирный вопрос в нашей стране может и не быть риторическим. Далевое строительство, которое ранее только лениво не называл игрой в русскую рулетку, похоже, получило шанс приобрести цивилизованный вид. По крайней мере, такова задумка авторов законодательных поправок. Документ о новогодних каникулах подписал президент. Очередная попытка навести порядок в сфере строительства призвана в идеале не просто минимизировать риски, но и предотвратить пополнение и без того внушительной армии обманутых дольщиков. В случае банкротства застройщика люди, отдавшие деньги за воздух, не останутся у разбитого корыта, как это происходит сейчас. Каждый вложенный рубль будет защищен, уверен один из инициаторов реформы депутат Александр Хинштейн. Хотя он и признает, гордив узел проблем обманутых дольщиков, это новшество не разрубит. Год бизнесу дали на адаптацию и на то, чтобы сделать выбор, по какому пути двигаться дальше. Есть три варианта. Поручительство застройщику может дать банк, страховая компания или коллеги-конкуренты. В последнем случае появится что-то типа касс взаимопомощи, куда будут сбрасываться стройфирмы и в случае банкротства одного из игроков именно из этой копилки возьмут компенсацию. Причем последний вариант, уверены сторонники новшества, наиболее экономически выгодный. На сегодняшний день проблема с дольщиками не решается по одной простой причине. Нет источника финансирования на достройку этих проблемных объектов. Страхование, наверное, да, решит эту проблему. Это цивилизованный способ, наверное, заблаговременно позаботиться о тех кризисных ситуациях, которые неизбежно сопровождают любой бизнес, но и строительство в частности тоже. Я не думаю, что сейчас страховщики стали вставать в очередь для того, чтобы застраховать именно сферу долевого строительства. Видимо, предпочтения будут отдаваться только хорошо зарекомендовавшимся строителям. Тогда мы получим ситуацию, что на рынке останется всего лишь несколько строительных компаний, которые, да, действительно себя зарекомендовали. Возможно, это и к лучшему. Первые обманутые дольщики появились в России почти одновременно жертвами финансовых пирамид. С тех пор эта проблема в стране одна из самых актуальных, а для Самарской области она чуть ли не номер один. Регион возглавляет антирейтинг по числу проблемных объектов и кинутых людей. Дольщики не раз напоминали о себе, выходили на митинги, пикеты, объявляли голодовки, а в Самаре как-то даже организовали флешмоб, перекрыли трассу. Сигнал о бедствии вверхи услышали. За прошлый год по стране власти помогли почти 43 тысячам человек. В эксплуатацию ввели 350 проблемных объектов. Но до кардинальных перемен еще далеко. В России сейчас около 1 тысячи долгостроев и порядка 100 тысяч семей, которые стали жертвами строительного хаоса. А за 2012 год ряды тех, кто заплатив за крышу над головой так и остался на улице, увеличились еще на 12%. Этот обескураживающий вывод сделали эксперты Минрегионразвития. И это при том, что до конца прошлого года федеральный центр ставил задачу решить проблему. Очевидно, что в 63 регионе это будет сделать особенно трудно. Сколько в Самарской области обманутых людей невозможно сказать официальные цифры и те, что называют сами несостоявшиеся новоселы, разнятся. В областном реестре числятся 8 тысяч человек. В общественном движении «Дольщики Самары» говорят о трех десятках тысяч. В законодательстве не существует четкого определения, что такое проблемный объект, поэтому все считают так, как считают. Кто-то считает, что их больше 100, некоторые называли цифру больше 200, сейчас цифры появились 50. Но опять же, из-за отсутствия понятия, сложно сказать, сколько их на самом деле. Для того, чтобы решить квартирный вопрос тех, кто попал в областной реестр, нужны 4 миллиарда рублей. В бюджете 2013-го на эти цели пока заложен только миллиард. Дольщики, что остались за рамками официальных списков, на свой страх и риск воюют с недобросовестными коммерсантами в судах и в кабинетах следователей. Шестой этаж, вон он, с той стороны, это вторая секция, следующая, третья секция. А там вот на втором этаже. Правда, ее переигрывали несколько раз, пока строили. 2 миллиона 460 тысяч рублей на двухкомнатную квартиру, которая должна была построена в конце 2008 года. Эти люди должны были быть соседями, а стали товарищами по несчастью. Вот уже целую пятилетку дольщики компании «Материк», впоследствии переименованной «Вдальстрой», пытаются доказать, что ее директору Виталию Кузнецову они свои деньги не подарили, а заплатили и не за воздух, а за квартиры. В Ясной Поляне. Такое громкое название должен был носить жилой комплекс в границах улиц Арцебушевской и Красноармейской, который в итоге превратился в долгострой с туманными перспективами. Вера Воронцова была инициатором того, чтобы застройщика, обманувшего ее, признали банкротом, так посоветовали ей юристы. А в итоге женщина сама оказалась на мели. И нас отправили, так сказать, в плавание далеко и надолго. Я пришла и попросила вернуть мне деньги, так как стройка встала, абсолютно встала, на уровне котлована, вот конкретно моя секция. Так, мне в этом отказали, причем посмеялись, говорят, вы не получите деньги никакие, ни квартиры. Ну, просто вот, ну, чистой воды мошенничество, я поняла. С тем, что это была типичная мошенническая схема, согласны исследователи, которые, чтобы доказать это, нарыли материалов на 70 томов уголовного дела. Господин Кузнецов, по версии обвинения, когда начинал сбор денег с населения, даже не получил разрешения на строительство. Закон 214-й, который в свое время приняли, чтобы избежать таких ситуаций, запрещает это делать. Но бизнесмен нашел лазейку. С дочниками заключали договора займа и инвестирования. Люди не виноваты в данном случае. Им говорилось, что вот сейчас, видите, здесь пусто, воздух еще пока. Если вы вот сегодня или завтра вы несете всю сумму денежных средств, то цена будет фиксирована. И что в любом случае через два месяца, ну, в ближайшее время будет все получено, разрешение на строительство, и мы с вами заключим договор долевого участия. Изначально, знаете, ну, Кузнецов, конечно, все красиво рассказывал. Он показывал там большие плакаты с проектами и так далее. Говорил, что я очень известный человек в городе. Я уже не один год в этой системе работаю. Вот вы не переживайте, все построим. Этим обещанием поверили 196 инвесторов. Общий ущерб оценивается в 331 миллион рублей. Куда делись деньги, непонятно. Классика жанра. За последние десятилетия в Самарской области было возбуждено порядка сотни уголовных дел. Сегодня одновременно расследуют 29 схем мошенничества. А ущерб, причиненный самарским дольщикам, только в 2012 году силовики оценивают 3,5 миллиарда рублей. Что касается материка, он же Дальстрой, то после Нового года расследование подошло к логическому концу. Господин Кузнецов вскоре отправится на скамью подсудимых. По закону ему грозит до 10 лет казенного удовольствия. Судебная практика последних лет говорит о том, что шансы на условное наказание коммерсанта минимальны. Только за предыдущий год самарские судьи отправили за решетку четырех директоров строэфирм. Средний срок 5 лет. Но дольщики говорят, даже если их обидчик и попадет в тюрьму, для них это будет слабое утешение. А что он нам это даст? Нам ничего не дает. Честно сказать, мне даже морального удовлетворения не будет. Нам нужны квартиры или самый худший вариант это деньги, понимаете. Потому что уже столько лет они крутятся, на них уже заработали деньги, понимаете, страшные. А мы ходим пять лет, судимся. На Ясной Поляне выросли и другие сорняки. Стройку поначалу передали фирме Автоэм. Сейчас в отношении ее неустановленных сотрудников тоже завели уголовное дело. Как только следователи будут готовы делиться подробностями, я о них вам расскажу. А на данный момент дом разбитых надежд доводит до ума уже третий застройщик, Новый Дон. Но далеко не факт, что эти люди, официально признанные потерпевшими, получат свои квартиры. В документах после всех этих уголовных перипетий полная неразбериха. Новый Дон говорит, что, ребята, вот мне мошенники, которые были на этой стройке, передали там список из 161 человека. Вас в этом списке нету, поэтому вам мы ничего не обещаем. Поэтому вот заплатят нам государство за вас, денег выделят, тогда мы вас возьмем. Не заплатят, извините, это ваши проблемы. Сейчас волевое решение администрации важно. Волевое решение администрации. Видите, юридические вот эти решения, они не исполняются. Вот мы знаем, что у нас пришел нормальный губернатор. Мы хотим добиться все-таки встречи с Меркушкиным, потому что он деловой человек и профессиональный человек во многих областях. Дольщикам материка еще предстоит немало нервотрепки. Чем закончится их хождение по мукам, обещаю рассказать. Совсем иной сценарий развивался бы, если вклады в стройку были бы застрахованы. В этом случае инвесторам тоже бы прошлось пройти через суды, при этом инфляция съела бы часть инвестиций. Но это все же лучше, чем ничего, говорят большинство экспертов, поддерживая новый закон, который обязывает застройщика страховать долевки. Бывают различные случаи. Допустим, пять лет проходят с момента внесения ими денежных средств. Соответственно, стоимость квадратного метра увеличивается, возвращенные им денежные средства будут в 2-3 раза меньше, чем стоимость на тот момент, на момент возврата квадратных метров. Поэтому они останутся в убытке, но я думаю, сейчас обманутые дольщики будут только рады тому, что если им квартиры не предоставят, пусть хотя бы деньги вернут. Если больной болен, если он неизлечим, болен, какая бы у него ни была бы страховка медицинская замечательная, он умрет. То же самое со строительными компаниями. Если компания безнадежно больна, то здесь никакая страховка не спасет. Государство что говорит? То, что мы устали платить за обманутых дольщиков, это очень большая нагрузка на бюджет. Почему, допустим, если кто-то рискнул своими деньгами, то почему должны налогоплательщики платить? Это разумный механизм для того, чтобы был выход у общества о компенсации вот этих рисков. И почему бы не заплатить в виде страховки? То есть это нормальная цивилизованная практика. Второй плюс в том, что это дополнительные сито для того, чтобы проверить, грубо говоря, навшивость застройщиков, то есть насколько они надежны. Впрочем, далеко не все убеждены, что светлое будущее удастся построить так просто и так быстро. Доли скепсиса вносят некоторые игроки страхового рынка, которые прикинули возможные потери и оценивают риски долевого строительства чуть ли не дороже, чем убытки от стихийного бедствия. У нас такое количество сейчас обманутых дольщиков из самих случаев, что тарифы объективно, если вот допустим вводить их для всех участников строителей, они должны быть в районе 3-5%. И даже при этом это не будет страхованием, это будет лотереей. Потому что финансовые риски, их можно страховать только когда они очень маленькие. А когда тариф больше, чем полпроцента, на самом деле это просто уже какая-то рискованная операция. И вот крупнейшие компании, они очень осторожно высказываются в отношении этого вида страхования, потому что емкость страхового рынка России в принципе недостаточная для того, чтобы принять сейчас эти огромные, миллиардные, триллионные риски. Крупнейшие страховые компании сейчас, я думаю, что будут воздерживаться от каких-то резких заявлений и будут вести себя очень осторожно. Они возьмут только самых крупных и самых устойчивых строителей России. И при таком раскладе мелкие стройфирмы могут воспользоваться услугами нечистоплотных игроков, опасается владельц страхового агентства Олег Кокарев, что породит новые способы сравнительно честного отъема денег у населения. Но один из авторов законодательных поправок депутат Хинштейн уверен, что в данном случае пессимисты просто дуют на воду. Нет, этого не произойдет, потому что в ближайшее время Государственная Дума будет принимать закон, окочняющий и определяющий требования к страховым компаниям. В законе, который мы приняли, есть аналогичные требования к банкам. Размер их собственного капитала, объем портфеля, период работы на рынке. Такие же точно требования в самое ближайшее время появятся к страховщикам. Другой вопрос. Сколько будет стоить такой страховой полис? И, безусловно, каким образом он отразится на конечной цене продукта строящегося? Вот это да, вот это вопрос. Не заведет ли это в тупик ситуацию, когда стоимость квадратного метра вдруг возрастет из-за платы по страховке настолько, что станет неинтересно покупателям? Мне очень верится, наверное, в то, что, наверное, государство не останется в стороне от регулирования подобного процесса. И, наверное, на первое время все-таки будут введены какие-то, ну, может быть, рекомендательные, может быть, более жесткие тарифы, которые не позволят, по крайней мере, загнать рынок в тупик. Единого мнения, насколько вырастут цены на жилье, нет. Кто-то уверен, что они будут опережать темпы инфляции, то есть увеличатся на 10-15%. Кто-то говорит, что стоимость квадратного метра подрастет лишь на 4 пункта, и это вряд ли сильно ударит по кошельку покупателя. Самара и без того входит в десятку регионов, где самые дорогие квартиры. Правда, наше жилье дорожало не столь стремительно, как у соседей. В прошлом году мы, по данным Российской гильдии риэлторов, опустили с шестого места на девятое. Но за все, как известно, нужно платить. И за спокойствие в первую очередь. А я на этом с вами прощаюсь. Удачи. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин